2 июля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция «Специальное предпринимательство в России. Будущее страны», организованная фондом специальных региональных программ «Наше будущее». Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Сазонов Дмитрий Валерьевич дал интервью нашему изданию. Мы правильно отметили, что мы всю весеннюю сессию занимаемся. Действительно, законопроект был внесен на эконом-развитие буквально 31 декабря 2018 года. И мы с 1 января, по сути, занимаемся проработкой законопроекта. У нас 5 марта был принят первое чтение, потом прошли парламентские слушания. Мы собирали мнение и информацию со всех регионов, мы собирали мнение и информацию со всех экспертов, проводили большой опрос социальных предпринимателей. Больше 4 тысяч анкет у нас только Единая Россия одна собрала. Сейчас у нас подготовлены все поправки. Мы их согласовали с правовым управлением, с главным правовым управлением, с экспертным управлением администрации президента, с правительством, Минэкономразвития, Министерством труда, социального развития. На прошлой неделе комитет поддержал принятие этих поправок. В чем поправках участвуют 4 депутата, представляющие 4 парламентские фракции. Там достаточно большой перечень категорий граждан, которых мы в рамках этого законопроекта поддерживаем. Это и многодетные, это и люди, не имеющие постоянной работы, это люди, которые освободились из мест заключения, и у них еще не погашенная судимость. Безусловно, это инвалиды, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста. Все перечень категорий граждан прямо прописан в законе. Какие виды и меры поддержки? Здесь, в первую очередь, как раз трудоустройство вот этих социально незащищенных категорий граждан. Это первое. Второе, это производство товаров, работы и услуг, направленных на как раз того, чтобы адаптировать, сделать комфортными условиями или равными условия жизни для таких граждан в нашей стране. А второе, третье, это приобретение, сбыт той продукции, которую они сами производят, такие граждане. Ну и меры поддержки. Здесь, в первую очередь, есть прямые субсидии финансовые, есть информационная поддержка, есть обучение, есть подстраивание под новые изменения законодательства, например, в части соответствия рабочих мест, их лицензирования рабочих мест. Они напрямую решают социальные проблемы в целом. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что государство, у нас, безусловно, социальное государство, социально ответственное государство, оно берет на себя ряд полномочий, но не всегда справляется, потому что разные проблемы возникают. Миграции проблемы, например, они возникают очень быстро, решать их необходимо быстро. И предприниматели, в связи с тем, что это креативный класс, как таковой нашего общества, они очень часто быстро находят такие, ну, очень изящные и практичные решения, которые позволяют снимать там любое социальное напряжение, создавая возможности, там, не знаю, адаптировать, например, тех же мигрантов, для того, чтобы они изучали язык, понимали правила, законы того государства, когда они, значит, мигрируют, ну, безусловно, в первую очередь это касается Российской Федерации, для того, чтобы не возникало проблем социального напряжения. Предприниматели могут активно в этом участвовать и эту социальную проблему решать вместе с государством, с государственными муниципальными органами, которые, как бы, по полномочиям за это отвечают. Субтитры создавал DimaTorzok